Добрый вечер. Отлично. Все работает. Благодарю всех вас за то, что пришли сегодня на эту площадку. Благодарю также Романа за приглашение и надеюсь, что у проекта будет какое-то большое и светлое будущее. Действительно, Роман в своем вступительном слове обозначил, что мы будем говорить сегодня о терроризме и, с другой стороны, о тех эффектах, которые сказываются на терроризме в связи с наступлением цифровой эры, цифровой эпохи. Один из основных тезисов будет таким, что мы сейчас действительно наблюдаем некоторую цифровую революцию, которая в том числе влияет и на обычные, привычные для человечества практики, в том числе и те практики, которые связаны с использованием насилия, организованного насилия на войну, на преступность и, в частности, на терроризм. И я, конечно же, присоединяюсь к тому замечанию, которое сделал Роман. Наше обсуждение терроризма, оно, конечно же, имеет своей целью единственное только понимание того, что такое терроризм. И, может быть, хотя бы таким образом мы можем надеяться тому, что мы будем сопротивляться терроризму. И, конечно же, мы никоим образом не поддерживаем ни террористические действия, ни те террористические группировки, о которых сегодня мы будем говорить, о которых мы будем вспоминать. Мы, как полагается на всякой дискуссии, должны, видимо, начать с того, что мы должны определиться с понятиями, с которыми мы оперируем. И у нас как бы два блога понятия. Один из них связан с цифровой революцией, вообще с цифровыми медиа, цифровыми средствами. Здесь я должен сделать еще один дисклеймер и оговор. Мы сегодня говорим о цифровых технологиях. И, конечно, как правило, когда они освещаются в контексте вопросов, связанных с насилием, с войной, то всегда говорится, ну вот, конечно же, роботы, например, или алгоритмы, они куда удобнее, куда лучше, чем люди. В плане вот таких боевых свойств, поскольку они там не страдают, не болеют. Я, к сожалению, простыл, не самое удачное время лета. Поэтому я прошу прощения, я иногда буду кашлять, как правильность. Итак, мы говорим о цифровой революции, трансформации, которая происходит с медиа, с цифровыми медиа. Ну и здесь, на самом деле, по сути, может быть, меньше всего проблем, поскольку это все нам очень близко. Мы буквально, или почти каждый из нас, в этом случае, буквально каждый день имеют отношение к каким-то тем блинным цифровым медиа, цифровым ресурсам, да, то есть все, о чем мы будем говорить сегодня в основном связано с тем, что называется интернетом 2.0, да, соответственно, с тем, что связано с user-generated content, да, то, что мы сами делаем, то, что мы сами производим, когда, в отличие от старых медиа, где нужно было только потреблять, да, там, берешь газету, читаешь, да, такая односторонняя коммуникация, ты просто потребитель медиа, да, есть небольшая группа тех, кто работает как некий голос, как некий рупор, да, какой-то новостной или какой угодно, и есть, соответственно, требует потреблять этот продукт. И то, что связано с изменением, таким, именно цифровым в медиа, оно, конечно же, в первую очередь, сказывается на том, что мы сами начинаем действовать как источники информации, как в том числе источники инсайдерской информации, да, что, опять же, может быть интересно в связи с нашей темой, связанной с терроризмом. И, да, соответственно, как бы, и каналы, да, потребления, они также обновляются и меняются, да, вот, собственно, там, мой основной источник информации сейчас мой смартфон, да, я сам настраиваю, какие, собственно, там, что я читаю, что я смотрю, да, какой лайф, у кого я не лайфую, да, то есть, все, что связано с такой, какого, 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 переинтерпретации ролей, да, части потребления в медиа, да, в какой-то... Все будет с вами также затронуто, да, и посмотрим, как все появления, там, в том числе, из сетей, например, в том числе, там, Юба, как оно влияет на терроризм и на террористическую деятельность. Ну, и второй, второй, какого, блок понятий, да, которыми мы будем оперировать, здесь вот уже начинаются проблемы, потому что это понятие, вот, понятие терроризма, да, основное для нас и здесь как раз вот, это так вот более очень рыхло, да, поскольку когда мы пытаемся дать определение терроризму, то начинаются очень серьезные сложности, да, и вот, несколько десятилетий идут. Очень активно академические дебаты, юридические дебаты, там, дебаты на уровне ООН, что нам нужно понятие терроризма, поскольку, особенно, да, учитывая то, что постоянно подчеркивается, что это такой глобальный феномен, соответственно, наши действия против терроризма должны быть, конечно, глобальными и скоординированными, но если это так, то нам нужно понимать вообще, о чем мы говорим, да, с каким именно врагом мы боремся. Если этот враг един, то кто этот враг? Потому что, если, например, мы возьмем списки террористических организаций, которые существуют в той или иной стране, ну, наверняка вы знаете, да, что они не будут совпадать, да, в каких-то государствах, например, Хизбалла считается, или там ее боевая организация Хизбалла считается террористической группой, в каких-то не считается. Ну, с понятием терроризма, да, связано с сразу несколько сложностей. Во-первых, конечно, да, мы все примерно понимаем, да, мы так постоянно слышим какие-то новости о новых террористических актах, но, конечно же, понимаем, о чем идет речь, да, уже произошла какая-то акция насилия, да, пострадали какие-то люди, очевидно. Но, помимо этого, мы понимаем, что эти люди, видимо, пострадали невинно, да, это не те люди, как-то не военные, да, как раз свое нам более-менее понятное просто, да, как-то мы говорим о них, мы понимаем, потому что есть какие-то вооруженные люди, они, скорее всего, одеты в унию формы, они боюют, что с терроризмом немного не так, да, страдают наши невинные люди, и это делает сам термин терроризма крайне морально и оценочно. нагружен. Ну, и в соответствии с этим, конечно же, большая часть террористов не считают себя террористами, да, они используют какие-то другие понятия для самоидентификации. Так, если я, там, солдат какой-то воюющей армии, я просто скажу, что я солдат, да, вот у меня такая идентичность, если меня называть террористом, то, скорее всего, я попробую дистанцироваться от этого, да, хотя, конечно, мы были в истории исключения, в том числе, там, и в истории России, например, организация «Народная воля», которая убила Александра Второго, она, как бы, прямо говорила о себе, как о террористической организации, да, как бы, таким образом идентифицировать, да, это было определенная часть их, такого политического аргумента, да, вот мы сейчас, значит, живем в ситуации деспотизма, поэтому у нас нет других средств борьбы, кроме террористической. Ну, как правило, эти люди не называют себя сами террористами, да, мы их так идентифицируем, да, средства массовой информации так идентифицируем, да, в конце концов, правоохранительные органы так идентифицируем. Может быть, у вас есть какое-то определение для того, что такое террорист? Мы можем это технически сделать? Мы могу вопросы задавать. Пожалуйста, может быть, у кого-то есть, если у кого-то есть комментарии, вы можете сказать, я подойду к вам с микрофона. Нет? Да. Ну, вы понимаете, о чем вы думаете, когда слышите о террористе в новостях, да, и о террористе. А вот у нас есть такой вариант. Пожалуйста. Мне кажется, из самого слова терроризм понятно, что оно, как бы, этимологически происходит от слова «наводить ужас». То есть это нечто направлено на то, чтобы испугать какое-то население, может быть, в какой-то способ. То есть это не обязательно должно быть физической насилии, то есть это что-то нагоняющее страх, мне кажется. Да, это отличное замечание, и может быть, вы знаете, в какой момент появилось слово террор, когда оно стало активно использоваться. Это произошло во время французской революции. Террор, и смотрите, да, но само это слово использовалось скорее только положительной коннотацией. Да, есть вот враги, против которых нужно устроить террор. Да, и там мы знаем, чем это закончилось, большими, собственно, чистками, да, как внутри самих революционеров, так и, в принципе, неугодных элементов парижского и французского населения. Да, это еще одна проблема, да, потому что на протяжении довольно долгого времени слово террор и производная от него терроризма, они не использовались вот в том негативном смысле, как мы сейчас используем это слово, однозначно, да, идентифицируем его как вот что-то такое запретное, неоправданное, чрезмерное, жестокое. Какие-то еще, может быть, есть варианты определения терроризма или каких-то таких замечаний? Пожалуйста. Вот мне только что Википедия подсказала, да? Ну, конечно, да, Медиа 2.0. Отлично. Террор – это форма устрашения политической власти с помощью, как бы, крови, насилия и убийств. В данном контексте, то есть, жертвами терроризма становятся, ну, как бы, обычными гражданами. Ну, да, обычные граждане становятся жертвами насилия, да, и опять же, если мы посмотрим на академические определения терроризма, да, то, да, а, у нас есть еще одно. Тогда пока не будем смотреть на академические определения терроризма, пожалуйста. Ну, на мой стромный взгляд, терроризм в данный момент является методом донесения информации, либо методом навязывания воли. Посредством как раз именно актов устрашения, насилия и прочих, что вызывает ужас у людей, благодаря чему они именно это все узнают, чего именно хотели донести, так называемый террорист, будет так называть так, и, собственно, вообще узнают, каковы их взгляды и так далее. То есть это некий политический, может быть, не только политический, но и социальный, экономический выгодный инструмент навязывания воли, да, или распространения своих, да, идей, каких-то своих взглядов при помощи насилия, при помощи, соответственно, страха, да, как раз вот этого слова террора. Хорошо, да, если мы посмотрим на академические определения того, чтобы терроризм, то там, опять же, да, будут подчеркиваться многие из элементов, которые вы уже и сами зафиксировали, да, и на которые я также обращал внимание. И здесь, мне кажется, австралийских исследователей, да, Тони Коуди, Игорь Примороц, в первую очередь, да, опять же, здесь делается акцент на том, что использовано насилие, да, и насилие использовано против тех людей, которые обычно не становятся жертвами насилия, да, которые обычно защищены, да, это не компотенты, которые вроде бы как, да, по самой своей профессии, да, там, солдаты, например, могут подвергать свою жизнь риску, да, понимают, соответственно, да, соответствующие вызовы и сложности, да, этой профессии. Ну, это обычные рядовые граждане, которые не должны были бы стать жертвами такого насилия. Да, но здесь очень такой, опять же, моральный акцент, да, что это неприемлемое насилие вследствие того, что, ну, собственно, саможертвование неприемлемо. Ну, а здесь тогда, на самом деле, может быть, есть некоторая сложность, да, связанная с такого рода определениями, потому что, опять же, те, кто осуществляет террористические акты, конечно же, будут говорить, что насилие, которое они используют, оно не случайно, да, оно, конечно же, не мотивировано, да, но посредственно, вот как у нас там был вариант определения, да, там, есть какая-то воля, которую нужно манифестировать, да, там, есть, может быть, какие-то причины, условия, которым возможным становится только террористический деятельность, ну, например, вот даже организация «Народная война». Еще один вариант определения терроризма был дан таким иерландским исследователям, очень большим, крупным и известным Алексом Шмидтом. Там как раз предложил вот эту очень короткую формулировку организации объединенных наций, там, где-то в начале 90-х его попросили, ну, вот мы вот как бы бьемся уже десятилетиями, нет у нас определения, хотя вроде бы нужно его дать. Ну, и Шмидт что-то там очень долго думал, предложил такой короткий вариант, его забраковали, да, но он сказал, что террория – это эквивалент военного преступления в мирное время. Значит, от него отказалось, Шмидт там еще сел на 20 лет писать толстые книжки про терроризм, да, в итоге там очень такие объемные дефиниции, включающиеся в себя множество признаков он предложил, можно использовать, почему нет. Но мне на самом деле нравится это определение, может быть, как бы оно не такое всеобъемлющее, и оно не все проясняет в терроризме, но мы можем его использовать вот как некую такую отправную точку, да, и поскольку, ну, может быть, да, это, конечно, некая профессиональная деформация в моем случае, да, то есть я в первую очередь занимаюсь исследованием войны, и здесь, как и Шмидт тоже, да, вот триггером для него становится военное преступление, военное насилие, но мне кажется, это удачный заход к тому, что мы могли бы сравнить терроризм с военным действием, да, вот не просто так, как бы, не некоторая акция, которая там связана с амунифестацией какой-то воли, да, там, или с распространением каких-то интересов, но в том числе это акция, которая явно имитирует боевое действие, но которая ведется не по тем правилам, по которым обычно ведется война, да, и здесь мы подходим еще, на самом деле, к одной революции, то есть у нас, с одной стороны, цифровая революция, с другой стороны, опять же, на протяжении, там, последних, нескольких последних десятилетий, происходит некоторая трансформация в войне как таковую, да, и появился такой термин «новые войны», да, который, мне кажется, мы удачно можем использовать для того, чтобы рассмотреть терроризм, также для того, чтобы обозначить какие-то такие сущностные вещи, посредством которых мы можем описать терроризм, террористическую деятельность. Ну, новые войны, если есть новые войны, значит, есть старые войны, да, старые войны, да, это вроде то, о чем мы, скорее всего, думаем, когда думаем про войну, а когда между собой сражаются два государства, то есть это то, что называется симметрия в отношении войны, да, да, у государств есть специальные инструменты для ведения войны, да, это, собственно, армии, вот эти армии сражаются между собой, да, а война, как бы, в этой логике, образ войны, эпохи-модерна, да, эпохи-модерна, да, эпохи-модерна, да, эпохи-модерна 19-го столетия, это начало 20-го, старые войны не воспринимается как нечто вот иррациональное, неприемлемое, недопустимое, скорее, наоборот, да, это, да, все, наверняка, знают, слышали рассказывание Карла Каузевец о том, что война – это продолжение политики, да, вот ровно таким образом, да, война – это некий инструмент, который может быть использован политиками, да, может быть, и не использован, да, у них там есть другие инструменты, например, да, дипломатия, да, или там на внутренней арене полиции, например, ну, это один из инструментов, и, конечно же, наиболее крупные, там, сверхдержавы, да, это во время легко используют войну, да, и, скорее, это их некая какая-то прерогатива, они воют активно, и много, да, если кто-то с ним соглашается, они, конечно же, не считают зазорным обратиться к военной силе, да, но здесь есть один важный момент, что, во-первых, такие войны знают множество ограничений, да, в виде, да, обычаев войны, каких-то конвенций, в виде, там, впоследствии уже, там, начинающего формироваться права войны, да, то есть в среде XIX века проходит ряд мирных, так называемых, мирных конференций, где, как раз, в первой декларации принимается, регулирует, там, что дозволено, что недозволено на войне, ну, и считается, что в такой войне, в меньшей степени страдает гражданское население, да, потому что, опять же, воюет между собой армия. И цель такой войны, да, в общем-то момент, это мирный договор, да, это не тотальная война, это не война на уничтожение, на истребление вашего соперника, на уничтожение его, как носителя какой-то идеологии, да, вы боюете, потому что у вас есть какая-то политическая цель, да, да, вспомним высказывание каузевицы еще раз, но вы хотите навязать противнику свой вор, как раз, да, опять же, да, с вашей термопротивленность, которое было дано из-за, и вы используете для этого военное насилие, как вы все знакомы с этими правилами игры, все и друг. И как раз вот в последние десятилетия то, что мы можем наблюдать, на что, опять обращают внимание, и следовательно, да, происходит некоторое размывание, да, этих традиционных образов войны, да, здесь, может быть, наиболее важная причина этого размывания состоит в том, что традиционное государство, как только оно там появилось, как только оно там появилось, как только английский философ придумал, оно как бы было монополистом в сфере использования насилия, в том числе военного, насилия, да, но во второй половине 20-х века, по разным причинам, появляется множество негосударственных субъектов, которые, в общем-то, тоже готовы взять на себя функции, да, использования насилия, вооруженного насилия, да, это могут быть и те же террористы, да, это могут быть и частные военные компании, в конце концов, да, может быть, ООН в какой-то степени, как вот некая организация надгосударственная, это могут быть и какие-то там наркокартели, которые, опять же, устраивают свои собственные войны, да, не политические, а именно связанные там, не знаю там, с чем они связаны, не только, видимо, с какими-то их экономическими амбициями, но и наверняка и с личными какими-то причинами, вот, то есть появляется как бы много агентов, которые отбирают эту монополию у государства, да, и мы приходим к ситуации, которые называют осиметрией войны, да, когда воюют не государства при помощи армии, а, например, государства против каких-нибудь, ну, против тех же террористов, да, является война террору или сами эти террористические повстанческие группировки начинают выигрывать между собой. Используется, да, при этом, такой вот насилие, которое уже как бы не воспринимается как рациональный, да, он идет против правил, как раз то, что мы отмечали в связи с терроризмом. У нас гражданские лица были под защитой обычаев войны, да, во всяком случае, там, войны нескольких столетий, там, начиная, там, 17-18 века. У нас, в конце концов, там появилось международное право, которое, опять же, регулирует, да, не только там участь гражданского лица, но и там, в том числе, участь, ну, комбатанта, да, кого-то, кто связан с армией, так скажем, но не вот как бы не является активным воюющим субъектом. А здесь, да, направлен как раз и в первую очередь против гражданских лиц, да, то есть, это именно тот разрез, да, и с правом, и с некоторыми конвенциями, и с моралью войны, как мы вот мы можем себе представлять. Целью такой войны уже становится не как бы подписание некоторого мирного договора и возвращение к каким-то, к статусу ввода, там, или к каким-то, там, или заключение такого договора, который, там, будет, ну, более выгоден победителю. Но как раз устрашение, может быть, получение какого-то политического признания, какой-то легитимации, может быть, достижение каких-то, там, экономических, опять же, целей, что угодно. Ну, и, как бы так, что я уже сказал, да, что здесь используется фактически намеренное нарушение прав и обычаев войны. Да, в этом смысле мне как раз кажется, что терроризм, во всяком случае, терроризм современный, потому что, опять же, исследователь такой, был исследователь Дэвид Робопорн американский, который говорил о четырехволнах терроризма, да, первый, как появился в 19 веке, это был такой, как, политический, он его называет, анархический терроризм, да, вот как раз там народная воля, всякие такие организации, которые боролись с деспотизмом. Далее начался период колониального, ну, или, там, антиколониального терроризма, где, например, там, двадцатые годы двадцатого века, ну, и, естественно, очевидно, цель, да, борьба против колониального господства, опять же, там, начались события, там, во Ближнем Востоке, в Африке, в Индии, далее наступил, как бы, период, так называемого, красного терроризма, там, в 70-е годы, да, когда активизировались в Германии, в Италии, там, очень много в странах Латинской Америки террористических, радикальных, левых групп. И, наконец, вот, значит, Рокопорф говорит, что, вот, примерно, да, в 90-м годах начинается период, как бы, четвертая, значит, словно терроризм, период, там, того, что называют религиозным. Терроризм религиозный, терроризм, который, вот, опять же, может быть, сейчас представляет собой, то, о чем мы, в первую очередь, думаем, когда говорим о терроризме, да, то есть разные формы фундаментализма, да, и, может быть, скорее, даже исламского фундаментализма, да, хотя, на самом деле, исламисты, исламисты-фундаменталисты не единственные религиозные группы, которые используют террористическую деятельность, да, и о каких-то, мы сегодня, наверняка, поговорим не только исламских, да, о террористах, в конце концов, опять же, для нас очень важен кейс новозеландский, да, событий в Крайс-Чорче, где, как раз, воротные стали свидетелями христианского терроризма, вот, ну, так вот, да, значит, вот, мне кажется, мы, как раз, можем, да, иметь в виду высказывание Алекса Шмидта, да, которое, конечно, не вполне определение, но, которое нас наводит на размышления о терроризме как некой форме войны и как некой форме новой войны, которую там, например, поставляем в старой, симметричной, регулярной войне, в которой участвовали государства. Ну, собственно, вот, да, здесь иллюстрация того, как должна была выглядеть старая война. Война, опять же, если вспомнить Калузевица, которая представляет собой некоторую дуэль два государства при помощи двух армии вот такой дуэль устраивает. Идем дальше, собственно, к тому, что же происходит с терроризмом в связи с тем, что он движется в сторону медиа, а медиа, соответственно, движется навстречу ему. Здесь, мне кажется, происходит в целом два взаимосвязанных процесса. Один из них связан с тем, что медиа как бы становится пространством, где терроризм начинает существовать, да и происходит такая специфическая терроризация медиа. И другой, как бы, диалектически аргивалентный процесс, связанный с тем, что терроризм начинает медиатизироваться. Вот, собственно, об этих вещах я и предлагаю поговорить. Сегодня обращаюсь к каким-то кейсам из недалекого прошлого. Ну, раз уж мы сказали о том, что для терроризма, как вот некой такой специфической практике применения насилия, крайне важен эффект – террор, да, террор, связанный с тем, что как бы основным инструментом становится страх, да, там, неважно, какие цели преследуются, да, но в любом случае мы понимаем, что неслучайно жертвами терроризма становится, вот именно как раз сейчас, да, в этой эпохе четвертой волны терроризма становятся абсолютно случайные рандомные люди, которые, там, может быть, они там даже и симпатизируют, да, тем идеям, которые эти террористы отставят, кто знает, но они абсолютно случайны, как раз там, в отличие от, скажем, терроризма первой волны, да, где жертвы, как правило, ну, или, там, первых трех волн, да, где жертвы, как правило, были точно определенные какие-то политики, может быть, да, не знаю, опять же, религиозные деятели, кто-то, кто явно там идентифицировался как представитель врага, да, представитель того, с кем ты ведешь, собственно, террористическую борьбу, да, то есть сейчас это в большей степени случайная жертва, и, собственно, она случайно ровно для того, чтобы распространить, собственно, страх, навести этот террор, навести этот ужас, и, собственно, здесь мы можем сказать, что, конечно, для медиа, сама эта тема, да, связанная с насилием, связанная с террористическими актами, становится крайне важной, да, можно говорить о каких-то психологических основаниях для этого, но так или иначе, если обратить свое внимание на то, что чаще всего нам предлагается на новостях, это будут какие-то события, связанные с теми или иными насильственными событиями, насильственными актами, да, здесь можно говорить о каких-то таких садистских наклонностях человек, не будем вдаваться в это, но, тем не менее, террористически мы прекрасно понимаем и представляем, да, он, скорее всего, будет таким желанным предметом для того, чтобы быть изображенным в медиа, да, это такой белановый кусочек для медиа, для, опять же, любых, да, как для традиционных, для телевидения, для газет, так и для новых, что, опять же, да, подтверждается тем, что там немало, собственно, свидетельств современных каких-то терактов, очень часто приходят там через социальные сети, да, люди сами начинают, как бы, выступать в роли журналистов, да, демонстрируют, что происходит. Здесь, конечно, связь терроризмом с медиа крайне сильная, медиа здесь используется в прямом смысле, да, с прямой своей функцией, как вот некое средство для трансляции информации. Ну и для терроризма, да, здесь, конечно же, очень важно, да, с ним быть освещенным, поскольку мы можем сослаться на одного из таких знаковых исследователей терроризма, Брайан Джеткинса, который там еще в 1975 году сказал, что для терроризмов гораздо важнее не то количество людей, которые будут убиты, а то количество людей, которые узнают о том, что какие-то люди были убиты. То есть, как бы, жертвы в этом смысле, количество этих жертв, они вторичны по отношению к той цели, которые на самом деле преследуют террористы, производят это действие. То есть, теракт не имеет своей прямой и финальной целью убийства какого-то количества людей. Вероятно, опять же, да, ориентируясь на этот тезис, вероятно, чем больше жертв, тем больше будет это собрать обсуждаться, тем больше эффект будет произведен, но, в конце концов, да, не сами вот эти, там, погибшие или раненые люди являются прямой целью для террористов. Но что здесь, опять же, как бы, важно в связи с развитием медиа, да, и с цифровыми революциями, это то, что мы можем какие-то вещи наблюдать буквально в прямом эфире или онлайн. Так, знаменитый теракт 11 сентября, да, который заняли полдня, да, этого 9 сентября, и можно было прямо, вот, я даже хорошо помню, прямо вот посмотреть на вас эту трансляцию и видеть, как второй самолет врезается в башню. Понятно, как бы там не было, значит, такого прямого освещения атаки на первую из башни, но, как бы, как только это произошло, да, начали работать, можно было прям в прямом эфире смотреть, что происходит, как это происходит, да, там, не знаю, события на Дубровке, да, опять же, многие части того, что там происходило, транслировались буквально в прямом эфире. Но здесь происходят и более интересные вещи, да, связанные с тем, что постепенно, как бы мы говорим о том, что медиа терроризируется, и постепенно терроризм, как бы там, тема борьбы с терроризмом проникает на те площадки, которые, казалось бы, совсем не были предназначены, да, для того, чтобы говорить о терроризме, говорить о войне. И, например, у нас здесь, как бы, опять же, на собственном опыте мы могли это пережить, да, когда вот в 2015 году началась кампания в Сирии против, соответственно, ИГИЛ, да, и того, что стало с Аль-Каидой. И на канале России был замечательный выпуск «Противоза погоды», где я говорю, а теперь давайте поговорим про погоду. Вот сегодня там в Сирии отличная погода для бомбардировок, и, собственно, наши ВВС, в общем-то, как бы, сегодня точно помажут очень хорошо, поскольку вот там определенная температура, определенное давление, все, значит, совпало, там малооблачно сегодня, как бы идеальные события. И, значит, этот ролик там буквально, не знаю, на три, по-моему, минуты, где вот очень подробно там рассказывается, как там, знаете, каков воздух там проживается в Сирии в октябре и так далее. То есть сказал такой, это просто прогноз погоды, я там хочу узнать, что там, не знаю, на выходных будет в Подмосковье что-то поехать, шашлыки пожарить. Но нет, да, я здесь становлюсь потребителем какой-то информации, которая так или иначе связана с терроризмом, ну, или в данном случае с борьбой с терроризмом, да, понятно, что, как бы, здесь, мы говорим о борьбе с терроризмом, да, в данном случае сюжет был все-таки о российских ВВС, да, и каких-то выводах, которые они получают. Но тем не менее, да, мы еще, как бы, посмотрим, что и, собственно, сами террористические группы, они, как бы, активно также обращаются к ресурсам, казалось бы, ну, нисколько не ассоциирующимся с террористической деятельностью. Идем дальше. Ну, и, конечно же, как бы, что дает медиабин, тут уже как раз, в первую очередь, наверное, стоит говорить о новых медиа, да, о том, где мы наиболее активны сами, да, вот все, что связано с юзер-генерейтом, да, с нашими действиями, это то, что медиа, конечно же, становится площадкой для пропаганды, рекрутинга, краудфандинга и так далее. Да, то есть, опять же, да, каких-то, может быть, действий, которые мы, наверное, не ожидали, да, там, от Facebook, и, например, Twitter или WhatsApp, что он может использоваться таким образом, когда там заводили страничку, ну, и там, соответственно, регистрировались в WhatsApp. И здесь я могу опять сослаться на еще одного исследователя взаимодействия терроризма, террористов и медиа Харума Улака, такого, ну, на американском, в общем-то, исследователя, который откуда-то там с Ближнего Востока перебрался в Соединенных Штатов. У него есть книжка как раз вот о том, как медиа связана с терроризмом. Каждая глава начинается с какой-нибудь такой истории. Вот представьте себе Перут, значит, столица Ливана, да, на крайний район, там живет такой вот мальчик 15-летний, сложное детство, сложная судьба, родители вынуждены постоянно работать, он бросил школу, чтобы тоже как-то помогать им работать, ну, зарабатывать деньги, да, там пошел, устроился на какую-то работу, вообще-то беспросветная абсолютно судьба, нулевые годы, он, значит, единственное, чем он себя спасает, как-то утешается, поскольку родители приходят очень поздно, ну, так как, может быть, на общение с друзьями не хватает силы, он ходит в интернет-кафе, ходит в интернет-кафе, подписывается там внезапно на форум Хизбаллы, начинает активно читать и там через какое-то время уже активный участник подписывается на какие-то смс. Рассылки в 10-е уже года, да, там прошло 10 лет, этот мальчик уже там дорос в Хизбалле до какого-то хакера из организации там местной онлайн-милиции и, как бы, опять же, да, занимается тем, что рекрутирует таких же, значит, трудных детей с такой вот неудачливой судьбой из пригородов Берута и других там ближневосточных городов. Да, то есть вот медиа, как бы, благодаря своей доступности, как раз часто оказывается вполне удобным инструментом для трансляции идей террористических, да, для трансляции некой такой повестки, да, для трансляции того, что Лак называет некой такой утопией, доступной по клику, да, потому что, конечно, они описывают там какое-то светлое будущее того, да, что ты, как-то, вступишь в наши ряды, ты будешь, как-то, ты вырвешься из этой, так, бедности, которая тебя окружает, ты, в конце концов, там, построишь новый дивный мир своими действиями, и мне, конечно же, другое будущее будет светлое, но не таким ужасным, как сейчас. Ну, пожалуйста, у нас вопрос есть. Сейчас одну минутку... Извините, я просто хотел спросить ваш пример. Хезбалла – это политическая партия. Да, да, да. В чем криминал, тогда, с этим мальчиком? Ну, там есть боевая организация, да, и я говорил, что как раз в ряде стран боевая организация Хезбаллы является террористической организацией. А потом, например, частый, важно понять логику того, как это работает. Опять же, да, потому что в углах, как-то еще множество исследований говорят о том, что события, связанные с арабской войной, да, события, связанные с войной в Сирии, где, как раз, вот, воюют наши ВВС, там, при удачной погоде наносят удар по запрещенной организации ИГИЛ. Во многом опирались, да, в распространении информации о том, что происходит на мессенджере, там, в первую очередь, на WhatsApp, да, то есть, как бы, некие такие средства, которые позволяют очень… Им на Twitter, да, на Twitter еще, да, поскольку преимущество Twitter было в том, что он позволял, как точно ставить гео-таргетинги, так как привлекались люди в определенные точки, да, все собирались, ну, собственно, какие-то события происходили. Ну и, соответственно, да, очень много говорится о том, что краудхандинг активно ведется через соцсети, да, там постоянно блокируются разного рода такие, значит, счета, когда поступают деньги, да, даже была там информация, что, вот, опять же, наверное, всем известный, такой, денежный оператор КИВИ, да, в какой-то момент тоже там завели кошелек, да, потому что был в пользу ее слать, значит, деньги, конечно же, там очень быстро его закрыли, выступила на организации КИВИ, да, с заявлением, потому что, конечно, не поддерживают терроризм никаким образом, но, тем не менее, да, самая доступность этих средств, она очевидна, да, их, там, можно каждый день блокировать, там, по тысяче аккаунтов в Фейсбуке, да, которые распространяют эту информацию о терроризме, да, пропагандируют терроризм, скрывать там кошельки, понятно, что это, там, будет на следующий день восстановлено во двойном объеме. Ну, и вот ДАВИ, мой любимый, значит, пример того, как, собственно, террористические организации, в данном случае, опять же, да, запрещенный ИГИЛ, осваивают пространство таких, как бы, новых медиа или традиционных медиа, которые, как бы, переконвертированы в новые медиа, да, это журнал ДАВИ, который выпускался, ИГИЛ, и который был сделан крайне качественно, да, то есть это цифровой журнал, но он, как бы, сделан, так вот, скажем, по лекалам, по макетам классических глянцевых журналов, и это, вот, буквально, такой лайфстайл журнал для террористов, то есть он был очень, значит, качественно прорисован, там были очень качественные тексты, и как раз по поводу этих текстов здесь активно обсуждали, зачем они, в принципе, были такими, то есть они были написаны не простым, как он на английском, публиковался, да, зачем, да, вот, был выбран такой довольно сложный язык в этом журнале, опять же, как бы, считается, что целью такого журнала была, такого языка, да, описание, как бы, была максимальная интеграция читателей, подписчиков этого журнала, да, в те истории, которые предлагались, да, вы не могли их просто, там, прочесть, вот, пока вы, там, яичник в себе жарите, вот, с телефона, да, вам нужно было сесть, разобраться, потому что там были, как бы, очень сложные отсылки, там, к Корану, там, были очень сложные, какие-то, там, отсылки к рабо-мусульманской философии, то есть это был такой настоящий квест, можно сказать, да, с которым нужно было бы работать, и, соответственно, напрашивается, что, так, чем больше усилий, там, ты тратишь, чем больше времени ты проводишь, да, с такого рода контента, тем больше ты, конечно же, вовлекаешься в то, что тебе предлагают, да, и в этом смысле журнал как раз действовал, ну, считается, что довольно успешно. Возможно, основное влияние, которое вот интернет и новые технологии оказали на подобного рода группировки, это то, что они, так скажем, коренным образом изменили свою структуру, из-за иерархических они стали сетевыми. И в связи с этим, вот, вы как думаете, появились ли какие-либо новые методы борьбы именно с этим? Не с борьбы, вот, с центром, а именно с тем, что сейчас найти центры и какого-то лидера практически невозможно? Да, спасибо большое за вопрос, но мне кажется, что он, на самом деле, относится вот, как бы, к следующей части нашей дискуссии. Мы сейчас говорили о том, как медиа, как бы, становится таким пространством для, где терроризм каким-то образом существует, да, там, производит себя, там, распространяет, собственно, идеологию, да, там, те или иные террористические группы. А то, о чем вы спрашиваете, мне кажется, оно вот как раз относится к проблеме, связанной с тем, как терроризм медиатизируется, да, и какие эффекты это несет. И вот предлагаю, значит, нам запомнить этот вопрос, и буквально, там, через несколько минут мы можем перейти к этому вопросу. Собственно, да, говорим ровно теперь о медиатизации терроризма, да, здесь есть несколько, мне кажется, моментов предельно важных, да, да, во-первых, в зависимости от медийной репрезентации, в зависимости от форматов, да, тех площадок, где приходится действовать террористам, и, наконец, как бы, превращение медиа, превращение онлайн в среды, в пространство боя, в пространство террористической борьбы, террористической практики. Вот давайте, как бы, по каждому из этих пунктов пробуем пройти. Да, во-первых, если говорить о зависимости от медийной репрезентации, то в начале 90-х годов, да, после того, как в 91-м году началась кампания в Раке, да, в Соединенных Штатах, когда из Кувейтов пробились в Рак, французский философ Жан Патриер написал серию из таких статей, которые, как можно объединить, ну, и теперь они объединяются под названием «Войны в заливе небово», о чем Бадрияр там писал. О том, что, собственно, мы сейчас, как бы, это, значит, начало 90-х годов, он, конечно же, там, ни о каком-то Фейсбуке, ни о каком Web 2.0 ничего не знает, да, все, что у него есть, это телевизор, по сути, да, ну, и, может быть, иногда это радио включать. Ну, вот, начало 90-х, тем не менее, Бадрияр пишет, да, что все, что мы сейчас, как бы, видим, знаем про войну, мы, конечно же, знаем только из медиа. С одной стороны, средства массовой информации позволяют нам очень хорошо, да, как бы, представлять себе, там, те события, которые происходят, да, мы представляем, там, что вот сейчас там началась атака на такой-то город, да, сейчас мы захватили другой город, так здесь вот, может быть, удачное действие. Мы, как бы, представляем себе вот план этой кампании, да, план этой войны, да, мы, может быть, даже там, если мы смотрим как раз телевизор, да, мы, может быть, прекрасно сопровлены, там, о том, какие страдания приходится претерпевать нашим доблестным солдатам, какие лишения несут местные жители от этой войны, да, как там зверствуют, значит, силы иракского деспота, да, там, солдат истинные жители. Мы, как бы, все, как будто бы все знаем про эту войну. Ну, действительно, там, на самом деле, за, там, полтора-два столетия, как бы, медиа в плане того, что, касается освещения войны, как бы, очень сильно продвинулись, да, если там еще во времена Вьетнамской войны было большое достижение, как бы, день в день передать, значит, сюжет, да, о том, что происходит во Вьетнаме в Соединенных Штатах, то, как раз, вот, в начале 90-х это были, опять же, да, прямые трансляции того, как там происходят бомбардировки какие-то. Ну, как Бодриер, опять же, говорил даже, что вот такси, наверное, надо специально договаривать с военными, чтобы, там, некоторые бомбардировки или значительная часть бомбардировок проходили именно ночью, потому что ночью, вот, когда, значит, бомба падает и все взрывается, то это очень, как бы, как раз красиво с точки зрения единой репрезентации. Так вот, да, Бодриер нам, как бы, говорит, что мы сейчас живем в такой ситуации, когда, вроде бы, войны идут, и мы, конечно же, знаем о войнах, да, и мы понимаем, что война связана с насилием, с убийством, но все, что мы на самом деле переживаем, это, как бы, некий такой медийный образ, да, это некоторая медийная репрезентация этой войны. Она для нас важна, мы ее, как бы, очень четко можем, как бы, продумать, промыслить, она очень артикулирована в нашем сознании, но это, как бы, не настоящая война. Настоящая война, которая происходит там, где-то далеко от нас, где как раз люди умирают, да, это некоторые такие, для нас становится все это некоторыми такими вторичными декорациями, да, некоторыми поводами, да, для того, чтобы появился тот медийный образ, который мы употребляем и которому мы как раз уже начинаем сочувствовать. Да, то есть вот эта медийная репрезентация, говорит Бодриер, она, конечно, уже куда важнее для нас, чем сами события. Мы не будем проверять, да, что нам показывают в новостях. Мы, как бы, примем то, что нам рассказали там, по телевизору или по радио, и, как бы, будем с этим жить, да, наши там дальнейшие действия, наши дальнейшие, там, может быть, на центре тех или иных политиков, они связаны ровно с этим, да, у нас просто, как бы, начали на физической даже возможности действовать, как ты научил. Да, но при этом война, как бы, постоянно на повестке, на повестке, как некий такой медийный образ, да, который всегда с нами. Что, как бы, какие эффекты это дает? Во-первых, мы здесь можем, конечно же, говорить о том, что такого рода насильственные действия, войны, террористические акты, они во многом рутинизируются. Это не нечто необычное. То есть, опять же, да, вот, как-то повезло Бодриеру, если честно вспомнить, что, опять же, тот же Бодрияр уже, как бы, реагируем на события 11 сентября, он как раз говорит, вот, там давно не случалось таких мировых глобальных событий. Там, мы смотрим, например, смотреть на чемпионат мира по футболу или там какой-нибудь конкурс несовселенной, а вот что-то такого глобального символического события такого никогда не было, ну или там очень давно не было. Ну, хорошо, проходит там 15-20 лет, мы постоянно, да, сталкиваемся с такого рода серьезными, крайне драматическими событиями, часть из которых, к сожалению, там, это было на нашу историю, да, на историю России. И это опять уже, как бы, не становится чем-то таким вот новым, необычным, абсолютно взрывным, как это могло восприниматься в 2001 году, да, в связи с атаками там на Северный торговый центр или на Пентакон. То есть отчасти мы можем говорить о том, что терроризм, в том числе, пультинизируется, да, представляется уже чем-то довольно знакомым и обыденным. И это заставляет, безусловно, это не все, конечно же, ну, некоторые такие оффлайн-последования, да, для самого терроризма. Возможно, но это заставляет террористов придумать некоторые новые тактики своего действия. Да, если вы хотите, чтобы у вас теракт был освещен, вам нужно постараться, да, придумать что-то крайне изобретательное или, может быть, наоборот, что-то крайне простое, чтобы самим привидимить, да, привидимить, да, своего действия, да, и вот, мне кажется, то, о чем как раз вы говорили, о том, что, возможно, мы сейчас как-то будем наблюдать некоторые такие перераспределения, да, структур и иерархии внутри террористических групп, оно, возможно, отчасти связано с этим, да, что здесь мы, может быть, что сейчас как раз, да, воспринимается в качестве как бы наиболее такого страшного и опасного, как раз порождающего этот террор, которого мы говорим, оно связано с тем, что какой-то абсолютно неизвестный одиночка начинает действовать абсолютно спонтанно, может быть, даже как бы он не знает, вернее, о нем не знает, да, когда он, там, лидер той-выной террористической барабировки, он, там, просто берет какой-то нож или просто берет, ариентует грузовик и врезается в толпу на это. Да, вот это пугает, да, потому что, как во всем, непредсказуем, он не связан никакая, не получает никаких денег, не получает ничего, да, вот он просто посмотрел какие-то ролики, почитал какой-то форум. И, опять же, здесь мы должны еще, конечно же, подцепить еще один эффект, связанный с тем, о чем мы говорим, о некой такой медиатизации терроризма. Это то, что в англоязычной исследовательской литературе называется очень по-доброму «copy-get-терроризм». Когда человек смотрит, читает что-то о каком-то террористическом акте и потом повторяет. И, опять же, как и следует, говорят, что очень часто происходит некоторая такая крупная атака, которая дальше порождает цепь мелких атак, может быть, как раз за счет действий каких-то одиночек, которые, опять же, не связаны именно с конкретной террористической организацией, но которые вдохновились, может быть, они как-то ждали это крупная атака, этот крупный теракт стал таким триггером для них, для того, чтобы как раз арендовать машину или схватиться за нож и пойти резать людей на улице. Ну и, конечно, с каким эффектом еще здесь мы сталкиваемся, когда говорят о неком таком влиянии медиа на терроризм. Где вообще больше всего, как вам кажется, происходит террористических актов? В Ближнем Востоке? В Ближнем Востоке? США? Еще какие-то? Африка, Африка, Африка. Это Сирия и Пакистан, конечно, да, и Пакистан. То есть, действительно, Ближний Восток, Африка, Пакистан и Нигерия. Ну и дальше, если мы будем смотреть, что там дальше идет, там действительно будет очень много африканских стран, очень много стран Ближнего Востока, да, не помню точно где Израиль, но я думаю, что там тоже где-то ниже даже, наверное, не в первой двадцатке. Особенно первая европейская страна, которая в первой двадцатке, это Турция, ну тоже, да, как где-то на границе между Европой и Азией. И потом там, уже там очень-очень далеко, да, начинаются страны, как бы, глобального Запада, глобального Севера. Хотя мы, конечно же, воспринимаем терроризм, да, это постоянно говорится, подчеркивается, что терроризм – это как раз основная глобальная угроза, с которой мы сталкиваемся. Это, значит, основной вызов Западу. Ну, конечно же, мы, наверное, находимся в неком таком пузыре, да, как раз вот этого террора, да, представление о том, что терроризм смертоносен и смертельно опасен, действительно. Так, и что он направлен вот против Запада, против, не знаю, против глобализации, может быть, да, которая, опять же, так по законам Запада производится. Но статистика здесь говорит о том, что это не совсем так, да, что терроризм, в первую очередь, интересно, что это происходит в тех странах, инфраструктура которых там, в том числе, не знаю, там, то, как работают правоохранительные органы, да, как и позволяют терроризму жить и сохраняться. Еще один момент, связанный с тем, как влияет, да, медиа на терроризм, как терроризм медиатизируется, он, ну, я буквально кратко расскажу об этом, он, собственно, заключается в том, что деятельность террористических групп в медиа, ну, в первую очередь, в новых медиа, да, где у них есть как-то больше возможностей презентовать себя, она, конечно же, начинает подстраиваться под, там, те правила, под правила тех площадок, на которых они действуют, да, то есть мы наверняка помним все, там, кадры казни, да, которые ИГИЛ, да, во-вторых, запрещенная в Российской Федерации организация, да, которые ИГИЛ проводил, да, которые, ну, поражают, да, опять же, с одной стороны, со своей простотой, с другой стороны, своей жестовостью. Ну, понятное дело, что такого рода контент, когда, вот, там, человек, например, обезглавливают, да, и, там, когда человеку стреляют в обувь, то его нельзя размещать на Ютьюбе, скажем, да, сами вот эти, как бы, действия, да, сами носить, там, сам акт убийства, да, и через какое-то время, опять же, стало заметно, да, что допускается, ну, там, несколько, да, различных вариантов этого ролика, да, один, который можно загрузить на Ютьюбе, да, да, где, там, вот, что-то говорится, да, или нет, такой манифест произносится, да, стоит эта несчастная жертва, да, стоит его палач-террорист, и потом уже показывают, ну, вот, как бы, все, с ним, ну, значит, да, но не сам акт, скажем, обезглавливаемый. Ну, и где-то, да, для каких-то площадок, где нет вот такого рода цензуры, ну, пускаться, как бы, в полноформальной роли. Да, то есть, конечно же, здесь мы говорим о том, что интересно, как бы понимать, да, на каком языке ему нужно говорить, да, с той или иной аудиторией, да, какой язык допустим для той или иной площадки, и тем самым цензурироваться в какие-то моменты, ну, или не цензурироваться, да, там, где-то, не надо. Ну, и, наконец, да, последнее, о чем стоит упомянуть, это о том, что само пространство медийное, оно становится более действием для терроризма, для террористов в том числе, да, вот ровно то, о чем, опять же, говорил Патрияр, да, о том, что важной становится репрезентация событий, но, опять же, повторюсь, Патрияр там писал про телевизор, да, он ничего не знал про Фейсбук, и сейчас мы посмотрим на несколько кейсов, да, которые покажут, что за, там, почти 30 лет, которые прошли с войны, которой не было в заливе, многое изменилось, да, и, как и медиа дали войнам, терроризму, насилию куда больше возможностей. Ну, во-первых, вот, опять же, да, война, ну, это же не война в Сирии, это война с ИГИЛ, да, 2016 год, да, тут, к сожалению, тоже происходит своего рода цифровой терроризм, поскольку у нас презентация в ПТФ, и, к сожалению, нельзя как бы последовательно открывать картинки, и эффект от этого, конечно же, страдать. Но, что произошло в 2016 год? Курдский канал «Рудав» начинает прямую трансляцию того, как иракские и курдские войска штурмуют вместе Масул. Один из штурмов Масула многочисленных, это долгое скучное видео, 4 часа идет, ничего там особо не происходит, вот там проехал, там, пара тракторов, пара танков, там, никого, конечно же, там, не убивает, вот прямо вот так, но, тем не менее, довольно прорывное событие, да, поскольку не очень известная, не очень крупная телекомпания начинает онлайн-трансляцию, и она, значит, быстренько, значит, переходит в Facebook Live, да, стримится там, ее репостят Al Jazeera, ее там репостят канал 4 британский, один миллион человек смотрят в прямом эфире, как ведутся боевые действия, как, значит, там, пытаются у террористов отбить город. Но, как бы, на что обращают внимание многие пользователи, там, многие исследователи, что, как бы, в современном мире соцсетей у нас появляются дополнительные возможности, да, когда ты не просто смотришь, как бы, понимаешь, да, думаешь, что, вот, там, какие-то, значит, подразделения куда-то переместились, ну, ты еще можешь выразить свои эмоции, да, происходящего, ну, например, там, лайк поставить или, там, показать, что ты негодуешь, или, там, удивиться, ровно так, как вот это происходит с тем, когда мы смотрим, там, кто что поел на завтрак в Инстаграме, да, или кто-то, как отдохнул в отпуске на море, да. Здесь война, здесь, там, террористический акт, борьба с терроризмом становится такого же рода развлекательным контентом, как, там, фоточки из Инстаграма. Идем дальше. Как раз то, что я упоминал в самом начале, да, события, опять, этого года, да, марта этого года, события в Новой Зеландии, да, теракт в городе Крайсчорч. Ну, вы, наверное, знаете об этой истории, конечно, да, когда террорист-одиночка, который, там, прибыл из Австралии, националист, да, он в городе Крайсчорч, да, довольно большой, крупный центр в Новой Зеландии, где очень высокий процент, ну, сравните, да, высокий процент мусульманского населения приехал сначала в мечеть, да, потом приехал в исламский центр, да, и, там, многочисленные жертвы, которых он расстреливал, при этом, что, как бы, необычного и что удивительного в этом теракте, ну, помимо того, что, значит, здесь мы слышим историю не о том, что вот это исламский какой-то экстремизм, фундаментализм, а то, что это христианский экстремизм, что необычного было связано с этим терактом. Да, конечно, самое удивительное, и это самый, то, что называют, задокументированный в социальных сетях теракт, да, он до того, как пошел вот в мечеть, он включил, значит, камеру, оборотом на себе, и дальше он там в течение почти двадцати минут, собственно, все, как бы, фиксировал, и транслировал, опять же, в Фейсбуке, в прямом эфире, можно было смотреть, как он ходит, как он стреляет в этих людей, как он их там возвращается, добивает, как он там подбегает, меняет оружие, то есть вот, с одной стороны, да, здесь, это, безусловно, ассоциация с тем, что ты, как бы, смотришь не, вот, действительно, то, что происходит в реальности, а какие-то, значит, запись, ну, какого-нибудь, там, игрового шутера, да, игры, в которую вы играете. И, с другой стороны, конечно же, момент, связанный с тем, что, ну, как бы, очень медленно, да, реагировали социальные сети на эти события, да, на эти действия, и, как бы, за что их впоследствии очень активно упрекали, да, но, ну, этот террорист, да, как бы, собственно, явно, да, уже, как бы, готовит свое действие для того, чтобы оно транслировалось в социальные сети. Это все было непросто. Но, что еще там, какие еще есть моменты, да, он, как и Бревик, да, собственно, Бревик, да, тоже, опять же, довольно известная фигура, как и Бревик, он, там, готовит заранее манифест, не такой объемный, как у Бревика, да, но манифест, в котором, как бы, делают такие формулировки, да, которые постоянно отсылают к каким-то, там, известным мемам, да, к каким-то известным блогерам. Собственно, он и в этом видео, да, как бы, в самом начале своей трансляции, да, говорит, подписывайтесь на, как его зовут, шведа... Юдипай. Да, Юдипай, точно, Юдипай. Да, подписывайтесь на этого, шведского блогера, на который на тот момент было самое большое количество подписчиков на YouTube, да, то есть, как бы, самый, какой, значимый YouTube-блогер. Вот, подпишитесь на него. Конечно, опять же, там, Юдипай сказал, что не поддерживает действия террориста, что он, как бы, в принципе, да, не поддерживает терроризм, что он очень обескуражен тем, что его имя появилось в этой связи. Но, и опять же, да, зачем этот человек делает такого рода отсылки? Следователи сходятся на том, что ровно для того, чтобы как можно дольше продолжить жизнь своего теракта, да, чтобы он обсуждался, чтобы ему возвращались, чтобы его, там, искали какие-то скрытые дополнительные отсылки, которые, может быть, изначально не были раскрыты ровно, да, для того, чтобы как-то, как бы, продолжить, да, жизнь этого теракта. То, как мы и говорили, да, там, ближе к началу, что для террориста гораздо важнее, как видеть то количество жертв, которое произведет, но то количество людей, которые узнают об этом теракте. Ну и, наконец, да, еще один кейс. Это, опять же, мы перемещаемся на Ближний Восток, и эта, значит, группа, которая действовала в Инстаграм, которая называла себя иракским спецназом, и, собственно, что они предложили? Они выкладывали фотографии, да, говорили, что вот, там, перед нами боевик и гилд, давайте что-то, значит, с ним сделаем. У вас есть час для того, чтобы проголосовать за его судьбу. Вы, там, можете оставить его в живых или лишить его жизни, да, там, напишите в комментариях, позовите друзей, чтобы они тоже поучаствовали. Ну, в общем, опять же, да, обычная история, казалось бы, как мы обычно там общаемся в соцсетях, когда нам нужно распространить информацию о каком-то важном для нас событии, ну, там, например, что у вас там появилась собачка или что у вас там был отличный завтрак. Как бы очень много, да, обсуждалось, насколько реальный этот самый иракский спецназ нереальный, как бы, там, часто говорится, что они там использовали какие-то, те, кто делал этот аккаунт, да, использовали какие-то старые фотографии, да, там, уже каких-то боевиков, которые, очевидно, были мертвы к тому моменту. Но, тем не менее, да, здесь нам, опять же, важно даже не то, насколько реально или нереально было то, что происходит, но сама возможность, да, такого рода есть, да, ну, в данном случае, опять же, как антитеррористического, да, то есть здесь перед нами, во всяком случае, нам говорят о том, что перед нами двоец ИГИЛ, да, террорист, но, с другой стороны, а вот что происходит с людьми, которые пишут, там, «Убей его», «Сохранник статус», да, кто они такие. С точки зрения международного права, они, конечно же, становятся соучастниками преступления, да, военного преступления, при этом не будучи даже военными, да, при этом не будучи буквально вовлеченными в этот конфликт. Да, и то, что нам дают, очевидно, медийные ресурсы, да, ресурсы, да, вот 2.0 сейчас, это, конечно же, предельно глубокая интеграция в происходящее, да, предельно глубокая интеграция в какие-то насильственные акции, в войны, в террористическое действие, да. Кто знает, если в следующий раз, там, какой-нибудь террорист, да, не придумает такую историю, да, кто-то не будет выставлять, значит, в инстаграме своем захваченных, например, заложников, да, и просить, там, своих друзей или своих подписчиков решить судьбу этих людей. Да, то есть у нас буквально появляется возможность соучаствовать в каких-то действиях. Это действие, опять же, да, вот вспомним то, о чем говорил Бадрияр, да, для нас оно представляет собой просто вот некую медийную историю. Я просто, там, листаю инстаграм, и вот мне, допустим, попадает такое, да, кто-то меня там просит проголосовать убить или убить террориста. Ну, конечно же, мое действие, оно не ограничивается только, значит, цифровой стрип, конечно же, она будет иметь какие-то оффлайновые последствия. Да, вот эта степень интеграции, степень вовлечения, ну, не только в терроризм, да, в войну, какие-то насилия, она, конечно, была, там, недоступна людям в прошлом, да, она была недоступна жану Бадрияру, который в 90-м году писал про войну в Ираке. Ну, и, опять же, да, если мы вспомним Бадрияровский тезис о том, что вот СНН там договаривалась с военными о том, чтобы они бомбардировки в определенное удобное для телетрансляции время, то, может быть, мы должны сейчас сделать вывод о том, что Web 2.0, что медиа, что цифровая революция дает нам возможность стать свидетелем того, как террористические действия будут производиться ровно для того, чтобы собрать больше лайков и репостов. Благодарю вас за внимание. Сейчас у нас будет возможно задать вопросы. Я еще раз повторюсь, что цель данной лекции – это, как сказать, понять, как действует терроризм в 21 веке, чтобы лучше его понимать, тем самым лучше с ним бороться. И, наверное, давайте, если у кого-то есть вопросы, я их подойду, вы сможете их задать. Спасибо большое. Такой вопрос возник. Если современный терроризм окружает нас в медиа, окружает нас в сетях и сам является таким сетевым явлением, но его потребитель, скажем так, массовый, ну, условно, тот потребитель, на который они расширяют, он тоже является сетевым с точки зрения террористов, с точки зрения тех, кто это создает. В таком случае, может быть, и его противодействие тоже должно быть каким-то сетевым, тоже должно быть частью каждого человека, который может его наблюдать. Как мы, люди, на которых может быть направлен терроризм, можем ему противодействовать как часть, предположенная частью сети? Спасибо большое. Очень хороший, конечно же, правильный вопрос. Смотрите, опять мы можем вспомнить буквально этот свежий кейс с новозеландским террористам. Что происходило? Я говорил о том, что там сделано было очень много таких зацепок, которые вели куда-то к каким-то там разным блогерам, к каким-то мемам известным всем. Что начали говорить в первую очередь журналисты даже, когда все это стало известно, что его цель ровно такая, чтобы его обсуждали. Поэтому, конечно, не распространить информацию о нем, не делайте репосты, не рассказывайте никому. То есть, видимо, здесь, поскольку, да, распространение информации о теракте, да, распространение террора как такового, распространение страха, оно связано с тем, что об этом рассказывают, что его транслируют, то, знаете, вот у Селлинджера был такой небольшой рассказ в последний день последнего отпуска или выходного, можно перевести. А солдате, который из Франции, это Второй мировой войны, он перебирается домой к себе, в семью, в Соединенные Штаты. И там в какой-то момент он говорит ровно же это, да, как нам избежать следующих войн, да, мы должны вернуться с этой войны, да, победить нацизм, мы должны вернуться с этой войны и замолчать, да, не рассказывать никому ни о чем, да, не распространять какую-либо информацию, которая могла бы провоцировать кого-то, да, которая могла бы обучать кого-то, да, как тоже мы говорили об этом чуть ранее, да, что здесь есть вариант такого, что для кого-то сам просмотр, да, каких-то террористических действий становится триггером для, собственно, подражания, да, каким-то примером для подражания. Поэтому, я думаю, один из, как бы, важных моментов, связанных с противодействием, ну, вот, как бы, на уровне гражданского общества, да, на уровне гражданского действия, он, конечно, связан с тем, что мы должны в меньшей степени содействовать, да, тому, чего хотят тераписты, да, просто распространение информации о событиях. Да, я могу добавить то, что результатом данного теракта стала серия терактов на Шари-Ланке, в результате, который выгибли в достаточно большинстве студии. Ну, по крайней мере. Я, насколько я понимаю, это не на сто процентов однозначно. Там, говорит, вроде бы они из этого планировались, но, да, в какой-то степени, во всяком случае, получили возможность объявить об этом, да, что это не просто так спонтанно и активно серия, но что это вот реакция на, собственно, 10 минут этого человека. Спасибо. У меня вот два вопроса. Первый вопрос – это является и распространение информации, да, то есть СМИ по поводу террористических атак и реактов самим привлением терроризма. Это первый вопрос. Ну, потому что это и дело же распространение, то есть больше людей это не знает, это больше людей будет пугаться и так далее. И второй момент – это стальба в школах. Вот является ли стальба в школах терроризмом? Если нет, то, допустим, взять стальбу в школах, когда это просто происходит, или стальбу в школах, когда предварительно еще выпадает с какой-то видео, типа я пойду смотреть школу. Ну, да, да, да. Хорошо. Ну, по-первыхому вопросу, да, то есть я сейчас только что сказал, что, конечно, нужно не содействовать террористам, ну, там, террористам, распространять какую-то информацию, но, очевидно, что невозможно вовсе поговорить об этом, что не будут в СМИ проходить вот эту информацию. Мы живем в таком мире, да, где медийный компонент, где информационный компонент предельно важен, да, и мы ничего с этим не можем поделать, да, мы никак не можем как-то рубить все, там, каналы коммуникационные, да, как-то закрыться от внешнего мира и ничего об этом не знать. Но явно, что, там, излишние действия, там, в соцсетях, да, повышая, как-то, в выбор, там, поисковиках, информацию о этих событиях, мы можем ограничиться хотя бы. То, что касается событий в школах, да, то, что касается требований в школах, я бы не назвал такого рода носительной акцией терроризмом. Мне кажется, здесь терроризмом, вот, у нас было определение, на которое я, значит, уже много раз ссылался, мне кажется, ну, есть какое-то профессиональное зерно. Для терроризма важен какой-то, все-таки, идеологический посоль. Для меня, в первую очередь, может, политический, хотя, очевидно, не только политический, да, но и социально-экономические требования. Те, значит, ужасные, которые связаны со школами, которые происходят, там обычно этого нет. Да, это какие-то, там, локальные конфликты, какие-то, может быть, личностные проблемы этих людей, которые берут оружие и убивают учителей. Ну, смешу конституционировать это с точки зрения терроризма, ну, то есть, если закупить цель вашего, то есть, будет написано, там, террористический акт, который, там, клоун войны, например. Да, понятно, но, опять же, мы начали с того, что у нас есть проблемы с пределением терроризма. Вот, я как-то я сейчас могу предложить, да, какие-то, возможно, там, порядка определения, какие-то, возможно, там, свойства терроризма. Мне, мне кажется, что, как раз, если там со школами, например, иначе у нас любое действие может быть интерпретировано как терроризм. Но они, опять же, мы понимаем, что мы боремся с врагом, вот этот вот враг, он, как бы, немотивированно хочет выпить меня. Что это, как, не террорист? Да? У нас, да, вот здесь уже. Вот на первый раз вопрос здесь вопрос. Да, да. А, у вас уже есть. Вам не кажется, что издержки от молчания выше? Что, если замалчивать, как бы, такие проблемы, так скажем, в нашу эпоху, утечки любой информации из любого источника, там, вплоть от спецслужбы и все прочее, и обрастание это все гнифами и власть открывает, и все прочее, гораздо выше, нежели, там, не совсем нормальный человек, там пойдет, ну, понятно, что это тоже, так скажем, просто надо взвешивать, но молчание гораздо хуже, и грани, так скажем, между количеством распространяемой информации нет. Но здесь вопрос принятия риска. Да, но все-таки я говорил не о полном, как бы, молчании вообще любых исторических компакций. Мне кажется, как бы, что это могла быть тема, в первую очередь, я говорил о том, что, как бы, мы там на уровне какого-то своего обыденного употребления новостей, может, куда меньше писать, распространяться, репостить, издержки от молчания. Не очень понимаю, как мы это можем сравнивать. Как мы можем это прочитывать? Понятно, что, как бы, никто не гарантирует, я там сделал пост какой-то новости, там, да, об этих, как бы, событиях, ну, никто ее не прочитал, ничего не изменилось, да. Но для кого-то это может быть каким-то поводом, да, там, повторить, да, то, что сделал этот человек. Я бы не хотел быть писанным, да. Да, действительно, действительно, спасибо за это. У вас как бы есть ответ на это. Нужно тогда дождаться. Друзья, давайте, у нас все-таки идет диалог через микрофон, поэтому, если у вас есть что добавить, поднимайте руки, чтобы я знал, что к вам стоит подойти. Мы обязательно дождемся в вашем вопросе. Друзья, если я правильно понял, речь о таком эффекте лебединого озера. То есть, когда происходит звенящая тишина, то народ это может пугать еще больше. Ну, я просто повторюсь, я не изменяюсь, если ты же не говорил о том, что лично я, как бы, не юсмейкер, как бы, рядовой пользователь сети, как бы, меньше делал депостов, меньше ставил лайков. Хотя, безусловно, это дискуссионный вопрос, да, это вопрос какой-то настройки общественных отношений. Конечно, многие как раз говорят, что мы должны, наоборот, действовать, да, мы должны заявить, как это часто происходит, там, что я не боюсь, да, сделать этот голос максимально сильным, максимально публично широко доступным, окрасить в фейсбуке, значит, аватарку в Триколоре, например, да, тем самым солидаризировавшись и, как бы, тоже, на самом деле, вступив, да, вот в эту борьбу с терроризмом. Мой вариант такой, я не настачиваю. Мой вариант меньшего участия, меньшего, как бы, содействия своими активными онлайн-действиями. Спасибо вам за лекцию всего лишь. Возникла мысль такая, сейчас многие события называют террористическими актами, даже если они таковыми не являются. И, как следствие, среди населения возникает паника. Вопрос, насколько это опасно для общества, как не считается? Ну, конечно, паника опасна для общества, но, собственно, это и есть цель, ради которой такого рода действия производится. Я, правда, не очень уверен, что эта паника настолько уж сильная, что она вот приводит к каким-то необратимым последствиям. Мне кажется, мы, как правило, видим другие истории как раз. Те же, если говорить о медиа-стреде, те же, не знаю, репосты «Я не боюсь», «Все равно победим», «Мы все с вами» в такого рода формата. Да, мы, опять же, нередко слышим о каких-то акциях консолидации гражданско-общественной во время террористов, когда люди начинают приезжать в аэропорт, как это было там Адедово, помогают вывезти людей оттуда. Хотя, конечно, мы там правильно слышали множество историй про обнаглевших таксистов, но не уверен, что это всегда приводит именно к такой вот серьезной панике. Скорее, может быть, наиболее таким как общим эффектом является повышение секретизации публичного пространства. Больше степени там, вот у нас там рамочки, да, в метро. У нас такое рода вещь, скорее, начинает сталкиваться полиция на улицах городов, где ее обычно не было в интернете. Спасибо. Вопрос, значит, такой. Сегодня мы услышали определение терроризма как такового. Вот. В связи с этим у меня возникает несколько вариантов. Группа лиц или организация преследует свои цели финансовые, политические и тем самым незаконным путем запукивает людей. Вот. Возникает вопрос, можно ли в таком случае само медиа в глобальном смысле признать террористической организацией. Она преследует те же цели. Одной из целей является запукивание людей. Порой и новые. Да, да. Спасибо, Зобор. Это очень интересный вопрос, конечно. Я не уверен, что мы можем так признать. Ну, медиа – это все-таки не организация, да, это некие инструменты, некие техники, технологии. Но здесь все-таки даже несмотря на то, что там мы можем говорить о том, что, конечно, там медиа очень часто заинтересованы в том, чтобы освещать такие насильственные действия, да. Может быть, это, наверное, это провоцирует, здесь самые насильственные действия. Но все-таки мы не можем возложить вину за то, что происходит в реальном мире на саму технологию. И технология сама по себе неправильно. Хорошо, допустим, не медиа, а там какие-то новостные компании, которые преследуют целью запугивания людей. Порой нужно видеть передачи, когда там журналисты показывают какие-то достаточно рядовые события, представляют это какой-то катастрофой. То есть их цель – запугать людей, тем самым поднять свой рейтинг. Ага, да. И тут все-таки есть важный момент, да, с тем, что мы под терроризмом, как правило, понимаем все-таки некие насильственные, физические насильственные действия в отношении тех или иных людей. Да, если это медиа, которая там просто как раз распространяет панику, не знаю, провоцирует какую-то национальную или религиозную рознь, то, мне кажется, все-таки этого еще недостаточно для того, чтобы назвать это медиа террористическим. Если это медиа, как, например, радиостанция, не знаю, как она там называлась в Руанде 1994 года, да, где вот прямо были призывы идти убивать тутси, то, конечно, мы можем говорить о том, что, ну, опять же, не сама медиа, не само радио, как таковой, не сама радиостанция, но и те люди, которые там работают, они, конечно же, так или иначе-то содействуют либо в терроризму, либо в геноциде в случае страны. Спасибо. Спасибо, коллега, что решили поддержать вопросы. Ну, я хотел высказаться на тему вариантов сокрытия информации, о том, что так делать не надо, просто... Не закрытия, не распространение, не активное, не включение в активное распространение. Ну, да. Просто у меня такая мысль применит, ну, то, что более-менее ранний террористический акт, я так их назовем, то, что там понятны причинно-следственные связи, что, кто, зачем и чего добивается. А то, как в данный момент СМИ освещают различные события, получается то, что убийство ради убийств и, собственно, страх ради страха. Собственно, исполнители, по большей части, неизвестны. Ну, собственно, на мой скромный взгляд, тут либо два варианта, либо сама деградация террористического движения, либо как раз СМИ вполне адекватно справляют с возборными на них функциями. То есть они говорят, что да, было такое событие, да, погибли люди, но при этом не вдаётся в технические детали. И для мнения общественности остаётся неизвестным, какие именно цели председовали террористы, и известно лишь то, что... Что что-то произошло. ...подошли же. ...подошли же. Спасибо. Ну, Шаш, а ты вот дали ещё один вариант. Такое вот ещё недавнее событие было, когда, оно известно по стране, прокатилась волна телефонного терроризма, когда сообщали массово о заложенных всяких устройствах. Как Вы считаете, нет ли в этом какого-то позитивного эффекта, вот Вы сказали про секретизацию, например, что люди, привыкая к таким событиям, начинают как-то, ну, пройдя такую, условно говоря, тренировку, допустим, несколько раз попав в такой торговый центр, в котором ничего не было, когда в нём действительно что-то окажется, народ, условно говоря, более организованного покинет, и такой положительный эффект. Как Вы считаете? Или не погибли вообще? Ну да, или вообще не погибли. Опять же, там, на опыте разного рода, так, тренировок, там, не террористических, а пожарных, конечно, никто не покидает, а это покидает только курильщики, потому что, отлично, мы будем для них прерваться. Но я тоже, мне кажется, касался этой темы, да, того, что в какой степени терроризм, как таковое, там, террористический, акты рутинизируются, да, они становятся более обыденными и привычными, так как они не вызывают такого шоу, который вызвали те же, там, теракты 11 сентября или, там, чуть более ранние теракты в России, там, в Москве, например. Вот, ну, я не уверен, что это, как бы, работает прямо так, линейно, да, как бы, трансформируется одно в другое, но очевидно, что какой-то, как бы, момент, связанный с привыканием и с какой-то, там, меньшей терроризируемостью, как бы, меньшей, меньшей, такой, как бы, панической реакции, он, мне кажется, безусловно присутствует. Вот, но как это будет происходить в каком-то моменте, да, там, в событии, насколько остро люди прореагируют, довольно сложно сказать, мне кажется. Есть ли еще вопросы? Если нет, то давайте поблагодарим сегодняшнего лектора, Арсения Кумайков. Спасибо вам. Хотел поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли. У нас, наверное, была такая очень редкая для нашего проекта тема, но мы надеемся, что она будет для вас полезной, про то, как воздействует терроризованное общество через социальные сети, и как социальные сети и общество могут ему противостоять, собственно, через эти же инструменты. Спасибо вам. И проходите еще на нашем мероприятии. До свидания. Спасибо. Спасибо вам.